Понятно? И настрой, который у человека должен быть, все изучают в это время. Когда приходит жестокая судьба, надо понять, как спасаться-то, что у тебя в сердце должно быть. Теперь давайте разберем сознание человека. Понятно, у человека может быть ненависть в сердце, может быть доблесть, но доброта — это человеческое сознание или нет? Может ли человек на фоне ненависти оставаться добрым сам? Это маловероятно. Да, потому что жестокая судьба косит всех сознание, боль выводит из равновесия, и поэтому существует сознание Бога. А какое сознание Бога? Вот представьте, два сына у Бога, мы дети. Два сына у отца дерутся на ножах. Они не на кулаках дерутся, а на ножах, его дети. Он что будет делать? Разбираться, кто из них прав, и потом занимать что-то сторону, типа «Бог за нас». Или он будет разнимать их просто, успокаивать и пытаться помирить. Что он будет делать? Он отец. Или он выберет сторону одного сына и говорит, убей его второго. Он отец. Он одинаково любит обоих своих сыновей. Так вот, запомните, сознание Бога — это всегда доброта. Запомните это. И если вы хотите спасения в этом мире, запомните, даже воин, который хочет быть, хочет быть, остаться жив, он идет всегда путем любви. Путем ненависти. Путь ненависти приводит к смерти. Путь доказательств своей правоты приводит к смерти. Когда в семье люди доказывают свою правоту, женщина свою, мужчина свою — это разрушает семью всегда. Путь ненависти разрушает еще быстрее. Когда они идут путем доброты, пытаются понять друг друга, принять, любить. Этот путь спасает семью. Даже при жестокой судьбе, когда муж даже изменил. Его нельзя сразу принимать. Надо жить отдельно, ставить условия. Если он раскаялся, ты молилась за это, ты его возвращаешь. Значит, ты сдала свой экзамен. Еще раз повторяю, судьба предназначена только для одного. Нас она учит. И жестокая судьба учит очень жестко. Без компромиссов, без сентиментов. Учит нас. И если человек выбирает правильный путь в жизни, потом, когда в его страну вихрь приходит, а в вашу страну он, может быть, и не придет, но коснемся обязательно через полтора года. Не сейчас. У вас есть еще полтора года помолиться, понастраиваться по-доброму, потому что в разуме человека есть еще его индивидуальная судьба. Что такое индивидуальная судьба? Это означает, что ты выбираешь путь Бога. Ты настраиваешься на доброту, ничего стороны не занимаешься. Молишься, чтобы был мир на земле. Это твоя сторона. Ты хочешь спасти планету. Потому что, когда разгорается пожар в лесу, то тот, кто хочет лес спасти, он не разбирается, кто поджег, кто прав, кто неправ. Он просто тушит пожар. Тушить пожар означает молиться за мир, за доброту. Когда, я люблю песни, вы знаете, когда была холодная война на земле, то у меня, я был ребенком еще тогда, ну таким юношей. И как бы я, мне очень, очень сильно заинтересовала одна песня. Я начал очень сильно, очень сильно настраиваться на нее, пытаться понять. Я вообще песни не люблю изучать, потому что песня много мудрости. Когда человек пишет стихи, это значит, что он вдохновляет Бог из сердца. Он как бы потом на стихи складываются песни. Я... Раньше не было священных писаний в Советском Союзе. Я через песни мудрость искал. Мне всегда хотелось мудрость. И вот одна песня, она меня очень сильно удивила. Потому что в это время все, как бы, там, наша страна права, наша страна, нет мы победим, нет мы, там, мы ненавидим их, там, разные мнения. Но вот это мнение, оно меня очень сильно удивило. Я начал изучать. Думаю, это интересно. Это сознание Бога. Человек, когда приходит боль, не может быть добрым сам. Но если он помнит о святости, если он молится, если он думает о Боге, то он обретает не свое состояние, не свое. А сознание Бога обретает. И это сознание Бога, оно очень сложно. Но, когда Иисус Христос пришел, Апостол говорит, ну, говорит, когда очень сильно обижают, до семи раз прощать человека. Иисус Христос говорит, до семи же до семи прощать. Прощать означает оставаться добрым. Не значит, не наказывать. Когда надо наказывать, и в сердце надо быть добрым. Когда прокурор объявляет человеку шесть лет лишения свободы, он должен на него смотреть добрыми глазами. Тогда человек с легким сердцем пойдет отбывать наказания. А если там злорадство или жестокость, тогда он будет очень обижен. Даже если он совершил бред. Я его совершил, как бы, это моя проблема. Ну, ты-то чего вот так себя ведешь? Неужели ты не можешь тебя их совершить? Неужели ты на моем месте не окажешься? И как бы ты хотел, чтобы с тобой в это время обращались? Если тебя плитки убьют, вот по-доброму, добрым сердцем должен палач себя вести. Или он должен жестоко на тебя смотреть. Как тебе будет меньше больно? Поэтому сознание Бога – это сознание доброты. Непобедимый воин, если смотреть непобедимый. Почему он непобедимый? Что, стрелы разворачиваются? А Бог не дает нацелиться тому, кто стреляет. Почему? Потому что он, этот воин, очень дорог Богу. А почему он очень дорог Богу? Потому что он понимает Бога. Он находится в сознании Бога. У него в сердце доброта ко всем. И он просто выполняет свой долг. И поэтому он непобедимый, что Богу очень нравится. И потому что он уже сдал свой экзамен. Потому что жестокая судьба не для того, чтобы нас покосить, а для того, чтобы мы сдали свой экзамен. Издача экзамена означает «Добра-та». Ведох написано, что если человек смог во время трудностей судьбы войти в состояние спокойное и доброе, а невозможно быть спокойным и недобным, если ты недобрый, ты обязательно попадешь под влияние, тебя накроет, когда жестокая судьба действует, то тогда в это время включается разум. И человек может понять истину. В возбужденном состоянии, в состоянии боли, отчаяния, обиды, чувство справедливости. Невозможно понять истину. Истину можно понять только когда в сердце спокойствие. Поэтому человек всегда должен стремиться к спокойствию. Даже в бою надо стремиться к спокойствию. Теперь сразу возникает вопрос, что может человеку успокоить? Что может сделать человека непобедимым? Что спасет, когда приходит жестокая судьба? Любовь. Да, любовь. Или доброта. Доброта – это что такое? Это вселенская любовь. Это тоже любовь, просто не к одному человеку конкретному, а ко всем сразу. Вот я хочу сразу ко всем людям по-доброму относиться. Вас это притягивает, вы говорите. Олег Геннадьевич, мы вас ждали. Мы хотим увидеть ваши глаза сейчас. Нам тяжело. Я приехал, показываю вам глупые глаза. Смотрите. Вспомнил одну историю. Я как-то мне по ватсату написала одна девушка. И написала очень такие мудрые слова. И я как бы показал мне фотографию. Смотри, говорю, вот некрасивая девушка. А так хорошо она говорит. И жена говорит, слушай, ты что смотришь на девушек красивой или красивой? Я даже не подумал об этой девушке, я смотрю действительно. Она говорит, вот сюда смотри, на всю жизнь их полет. И как-то ссорится. А это она так вся. Я когда ее встречаю, она смеется. Доброта. Как спасает человека от смерти вот это состояние любви? Давайте изучаем ее. Как можно спастись, когда жестокая судьба приходит? Вам придется выбрать какое-то состояние, настройка спасает человека. Настройка. Надо заранее уже готовиться к этой настройке. К чему вы будете себя готовить? Будете принимать какую-то сторону. Или кого-то ненавидеть. Или будете в сознании Бога пытаться перенять в своем сердце. Молиться за доброту в сердце. Давайте поизучаем то, что было. Давайте поизучаем сознание людей, которые спаслись. Как они настроены. Давайте поизучаем. Через А значит человек спокоен. Спокоен значит включается разум. Он может понять, что делает в этой ситуации. Он чувствует судьбу. Когда человек спокоен, он чувствует. Он говорит, вот она, да, она мной сейчас кружится. Смерть. Когда воин непобедимый, он чувствует смерть. Стрела летит, он раз, даже не смотрит, поставил щит. Чувствует смерть, оттуда летит Бог. Оттуда пошла Бог. Почему он спокоен и добрый? Это называется сознанием Бога. Все, спасибо, все нормально. Ну, я понял, что надо уменьшать. Вот. Понимаете, да? Доброта. Сложная тема, я понимаю, очень сложная. А та человек прям в отчаянии зовет любовь в своей жизни. Он в опасности находится. Он зовет любовь. Жди не означает бояться. Жди означает верить и любить. И это означает доброта также. И это означает радость также. Радость – это самое сильное чувство в победе над судьбой. Некоторые люди печалятся, когда тяжелая судьба. А некоторые радуются. Даже воин, когда сражается, некоторые радуются. Знаете, во время сражения? Это и есть признак невыбедимости. Радость на фоне ненависти не возникает. Радость только возникает на фоне доброты. Слышь человек добрый, он может радоваться. Даже когда есть сражение, он может радоваться. Не то, что он злорадствует, да? Нет, он просто радуется. Он радуется смерти. Говорит, если хочешь, возьми меня. Нет, я буду дальше жить. Радуется. Добрый человек. Сильный человек. Смелый. И прикрекает в глаза вражи врага. Даже враг видит, когда эту красоту, когда человек сражается, радуется. Даже враг думает, ой, это ничего себе, это вообще. Это что за человек такой? Он привлекается, примагничивается. Если ты хочешь его походу ловить, тебя руками поднимутся. Если ты хочешь из-под тяжка его выстрелить, не будешь радостным. Человек сражается в радости. И женщина, когда в радости ждет, она привлекает сердце мужа, сердце Бога. Господь, ничего себе, это что-то такое-то. Конечно, я сохранил жизнь ее мужа. Она в радости живет, несмотря на то, что он сейчас должен погибнуть. Жена, кстати, чувствует, когда муж может погибнуть или нет? Какие варианты ее поведения? Первый страх, значит погибнет. Тревога, значит погибнет. Доброта будет жить. Спокойствие будет жить. Радость будет жить. Бессилие погибнет. Уныние погибнет. Вера будет жить. Надежда. Надежда будет жить. Любовь будет жить. Но самое сильное чувство, которое дает жизнь, это радость. Запомните. Радость добрая. Это уже высшее проявление смелости человека. Радость на мне. Я спокоен в смертельном бою. Радость на мне. Знаю, встретишься любовью с меня, чтобы со мной не случилось. Радость на мне. Мы говорим о настроении. Обязательно про войну, да? Вот идет жестокая судьба. Настраивайся. Люби все. Радуйся людям. Помогай в беде. Находит в состоянии жестокой судьбы. Ваша жизнь в ваших руках или в руках земли? В наших. А если ядерная война начнется в ваших руках или нет? В ваших руках. Но думать надо сейчас. Надо сейчас начинать свою молитву о мире. Сейчас начать по-доброму настроиться. Всех прощать. Просить прощения. Не увлекаться в настроении жестокости. Не пытаться добиваться своей справедливости. Тем не менее перед кем. Просто учиться доброте. Сейчас вы сдаете экзамен. И даже если начнется совсем хаос. Я не думаю, что начнется. Я не чувствую так. Но даже если, то вы не будете там, где это будет. Вас Бог оттуда уведет из этого места. Потому что вы сдали свою цель. Вы не обязаны страдать. Я видел это много примерных моментов. Сейчас, когда это происходит. Когда в Мариуполе началась война. Я уже тогда особо надежды не тянул. Не тешил ни на что. У меня там было 30 человек слушателей своих моих лекций. Я им сказал, немедленно уезжайте из города. Потому что, когда вы попадаете в зону конфликта. То там не действует судьба. Там действует здравый смысл у человека. Если он не должен воевать непосредственно. Если он не помогает этому процессу. То тогда у него нет никаких обязанностей. У него только есть одна обязанность. Уехать из этого места. Потому что, если ты этого не делаешь. Значит ты упрямый человек. Ты не понимаешь, что там в этом месте судьба не действует. Когда наводнение идет, надо убегать. Конечно, камешек может накрыть норку твою. И ты останешься там в норке жив. Потом вода сойдет. Тебе воздух ухватит. Ты выживешь. Такое бывает. Ночь и лет. В основном всех заливает. Много сейчас буду приводить вам пример. Одна девушка молилась в Донецке. Летали снаряды. Все ушли в бомбубежище. Она думает, я верю в Бога. Я слушаю голос святого человека. Я молюсь. Я настраиваюсь на память о Боге. Бог не даст меня в беде. Никуда не пойду. Сидела в своей квартире. Летали снаряды. Все в бомбубежище. Она никуда не идет. Морится. Свистят снаряды. Взрывы идут вокруг. Вдруг резко у нее сократился мочевой пузырь. Очень сильный такой спазм. И она побежала в туалет. Захотелось в туалет. Резко очень произошло. Никогда так у нее нет. Она побежала в туалет. Закрыла дверь в туалете. В это время взрыв сильный. Она выходит из туалета. и видит то место, где она сидела. Все перекорежено. То есть Бог ее спас. Теперь она села дальше молиться в сердце. А теперь боли в бомбежище. Понимаете, о чем я говорю? Ну то есть выпендриваться перед судьбой не надо. Даже если ты веришь в Бога. Да, Бог может тебя спасти. Но один раз он тебя спасет, а в следующий раз не будет. Потому что если ты тупой, это твои проблемы. Это не проблемы Бога. То есть если приходит жестокая судьба из этого места, надо уходить. Спасаться из этого места. Это то, что должен делать нормальный человек. Если это не твое дело там, если твое, оставайся и не твое, уходи. Когда солдат уходит, называется трусость. Но если человек, как бы, причем, то он никак не связан. Так, один случай услышали, да? Или второй случай. Я им говорю в море и в поле. Уезжайте немедленно. Иначе вы все погибнете. Они говорят, а ведь иначе у нас здесь ничего не будет, все нормально. Когда приходит смерть, она всех успокаивает. Говорят, сажаются в бомбу, у них все нормально. У них спокойно. Говорят, у нас спокойно в душе, мы чувствуем себя хорошо. Говорят, а спокойствие идет. А не от того, что у вас все будет хорошо. Это смерть вам принесла, это спокойствие. Смерть принесла. Она тоже всем делает спокойно. Но они меня не услышали. Они собрались в одном доме, все начали молиться. Каждый день все живут вместе. В центру города уехали по окраинам. Город окружили со всех сторон. Ну, то есть, война теперь идет везде. Я начал молиться. У нас была совместная молитва. У нас сейчас проходят молитвы за мир. Все, со всего мира, со всех сторон, все вместе в зуме. И украинцы, и русские, и белорусы, и американцы, и европейцы. Все молятся за мир. Все вместе. Мы в одном месте собираемся, и все молимся вместе. Вот. Слушатели моих лекций. Я начал молиться за их жизнью. Я думал, Господь, спаси и дай сохранение им жизни. Я уже увидел, кого убьют конкретно. Все, я уже точно видел. Это было очень печально смотреть. Я начал добротею сердца молиться за их жизнью. И на следующий день они мне звонят и говорят, такая информация есть, что вот в одну сторону люди поехали, и там их не обстреляли. Я начал молиться, и увидел, что так и есть, что там можно выехать, еще есть шанс выехать. Там как-то так они постреляют, и друг друга никого не осталось. Можно там пустое место образовалось, можно выехать. И они говорят, люди собираются ехать в 10 утра. Я говорю, не едьте с этими людьми. Едьте в 6 утра. Их обстреляют. Я помолился, убедил. Они поехали в 6 утра, и они остались живы. Все 30 человек выехали. А которые поехали в 10, их обстреляют. Но это, понимаете, это уже не до последней вот этой минуты. А если бы они взяли и сделали все правильно, то было бы гораздо лучше. Когда приходит жестокая судьба, надо очень быстро принимать решение. В одну минуту, в одну секунду. Все бросаем, едем в безопасное место. В Украине, когда началось, мне вдруг звонит, говорит, сколько времени у меня. Я говорю, у тебя есть сколько времени. Садись в машину и едь. Он поехал и спасся. Все оставил, все бросил в дом. Что ты с этим домом сделаешь? Его все равно разбомбят. Что ты ему, как если ты будешь жить в этом доме, снаряд туда не прилетит, что ли? Ты не защитишь свой дом. Все. Следующая ситуация. Шесть лет назад ко мне подошел мой друг и говорит, я вообще родился в Донецке. И я хочу туда ехать, кормить людей освященной пищей, там люди с голоду, умирают. Скажи мне, что меня ждет? Он начал молиться и говорю, ты там погибнешь. Не надо ехать. Он помолился тоже и говорит, Бог меня зовет, я поеду. Он поедал. Несколько месяцев назад снаряд прилетел в его офис и он погиб. И я дальше начал смотреть, что дальше происходит. А дальше, когда его психическое тело вышло из тела, из-за того, что он волю Бога выполнил, у него растворилось психическое тело, он ушел в духовный мир, как святой. Как безгрешный святой ушел в духовный мир. Я просто обалдел. Я такое только пару раз в жизни видел, когда святые уходят. Тут просто обычный мой друг ушел в духовную реальность, просто потому, что он сделал так, как Бог хочет. Но это, мои дорогие друзья, не надо имитировать. Потом, так, Бог его выбрал, он дал ему миссию людей спасать, помогать, кормить зону его действий. Но иногда люди выпендриваются, туда едут. Например, у меня был другой случай. Одна женщина, моя знакомая, врач, спросила меня, нам оставаться здесь или уезжать. Я говорю, уезжайте с мужем, иначе вы погибнете. Она сказала своему мужу, но он не слушал моих лекций. И, в результате, она уехала оттуда, а он остался. И через три недели ей сообщили, что он пропал без вести. Ну, то есть, погиб. Она осталась жива, потому что уехала. Ну, то есть, мы говорим сейчас о жизни просто, жестокая судьба на земле. Вот вы живете в Астане, полтора года есть. Молитесь в сердце мир, будьте вверх, в сердце мир, чтобы потом спаслись вы, спаслись ваши близкие, спаслись ваши родственники, спаслась ваша страна. Сейчас вот в вашей стране 60% энергии мира больше 60 человек. Настроение правильное людей. Приняли беженцев, по-доброму. И стали злиться на них, как в Грузии, допустим. Вот так тоже вы имели нормальный. Но похуже, чем здесь. 60% энергии мира, 40% энергии справедливости. Энергии жестокости нет. Скорее всего, здесь ничего не будет. Ваш правильный народ, правильное настроение культивирует. Если народ весь правильное настроение культивирует, то войны не будут. Зачем Богу посылать сюда войну, если вы все понимаете, как надо настроиться, как вести себя, чтобы все было хорошо. Так? То, что сейчас я вижу, что будет через год, я не знаю. Посмотрим. Теперь, что я видел у вас? Хотите узнать, что я видел в январе? Хотите? Не будете злиться на меня? Тухлых яиц нет, помидоров. Не будете кидать. А? Только любовь. Только любовь, да? Я молился и увидел, что очень важно народу понять, любовь народу, очень важно понять, что не надо жаждать смены власти. Потому что, когда власть меняется, потом выстраивать новые цепочки власти, это 20 лет. Это 20 лет хаоса, 20 лет беззакония, 20 лет разрухи в стране. Понимаете? То есть Бог дал власть, надо ее сохранять. Молиться, чтобы правители были разумны, молиться за них надо. Это да. Вот. А вот желать, чтобы власть в мире не надо. Я в Украину приезжал и говорю, хватит вам революции уже, сколько можно. Вы разрушаете свою страну. Надо находиться в этом настроении. Даешь новую власть, да не постоянно это не надо. Даешь новую власть. Они задолбали, Богу. Ну нельзя так понимать, нельзя. Надо по-доброму к власти относиться. Ну, слава Богу, уже сейчас я не настраиваю все правильно. Должно все наладиться. Из-за того, что люди не понимают, это Бог чуть-чуть получили. На 7-8 дней власти не стало в стране. Вы увидели, что произошло. Как люди убивали, просто как драгали, как насиловали. Все увидели, все поняли. Теперь уже желаний таких нет. Правильно? Все? Отлично. Я очень рад. Бог чуть-чуть намекнул, он только чуть-чуть вам показал. Так, чуть-чуть. Мы с вами говорим о настроении. Вот что такое настроение? Настроение – это такая настроечка внутренняя, которая создает очень хорошую платформу для жизни. Вот какие примеры, допустим. Вот женщина рождается для чего? Ну, я не знаю, где она рождается, да? Ну, когда ты не веришь в свою женскую природу, ты можешь быть счастливей, хотя бы. Нет. Поэтому есть настройка, женская настройка, которая дает успех. Вы знаете эту настройку? Нет. Но когда маленькая девочка рождается, вот чего маленькая девочка хочет? Потом взрослая женщина хочет. Что она всем доказывает? Как она себя ведет? Вот что она всем доказывает своим видом, поведением? Что она всем доказывает? Да, 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 примерно. И это называется, если четко сказать, я хорошая. Она всем доказывает, я хорошая. Теперь, если женщина считает, я плохая, я грешница, она будет счастлива в жизни, женщина? Нет. Поэтому я хорошая. Это не просто самовнушение, я хорошее. Это надо еще такой быть. Поэтому женщины стремятся, они по совести стремятся жить, правильно стремятся жить, законы не нарушают. Если кто-то нарушает, они им подсказывают, так не надо. Они всегда за правила, за порядки. Почему? Потому что они хотят быть хорошими всю жизнь. И это дает им счастливую судьбу, женщины. Мужчина такая же настройка, я хороший? Мальчик маленький, он хочет быть хорошим? Нет. Он хочет победить, он все преодолевает, ему надо сражаться. Поэтому есть мужская настройка правильная, называется «Я смогу». Вот если мужчина думает, я не смогу, у меня не получится, значит, он разрушает свою природу мужскую. Женщина, если считает, я плохая, она разрушает свою природу женскую. Женщина, я хорошее, мужчина, я смогу. Мужчина всегда хороший? Нет. Женщина всегда сможет? Нет. Это нормально. Мужчина не всегда хороший, нормальный. Женщина не всегда сможет, нормальный. Но если женщина не я хорошая, все уже, дальше ничего хорошего не будет. Если мужчина я не смогу, значит, ничего хорошего дальше уже не будет. Все. Это называется настройка, запомните. Вот то же самое доброта, это настройка жить во время жестокой судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok